В Орловской области необходимо создать фонд безопасности дорожного движения. С такой инициативой к силовикам и правительству региона обратился сегодня Вадим Потомский на заседание областной комиссии по БДД. Аналогичные структуры уже работают в ряде регионов. Например, в Воронежском с начала двухтысячных. Фонд находится на плечах у областного бюджета, естественно, да. Но в него очень серьезно включены сотрудники КИБДД. Прежде всего, это вы выделяете офицеров, а мобильные комплексы ездят по школам. Как это было бы не смешно, но в классах, когда детям объясняют до элементарных вещей, как нужно переходить дорогу, какая разметка, как подходить к автобусу, это несет свои положительные результаты. С начала года аварийная ситуация на Орловских дорогах обострилась, отметил глава регионального ГИБДД. В числе главных причин Александр Коршунов назвал плохие дороги. К сожалению, на коммунальные службы города Орла было наложено практически 4 миллиона штрафов. Я считаю, что эти деньги все-таки можно было направить на то, чтобы два раза нарисовать в прошлом году разметку на пешеходных переходах. В этом году мы планируем провести достаточно большой объем работ по ремонту, восстановлению дорожного покрытия. Сумма уже, как многим из вас известно, более 3 миллиардов рублей. Помимо дорог, Коршунов критиковал работу предприятия «Орел Транссигнал» в сфере видеофиксации и контроль за работой городских перевозчиков. Аварии с ними участились, а случаи, когда пассажирскими автобусами управляют гастарбайтеры или люди без гражданства, перестали быть редкостью. Продолжение следует...